После первой убедительной игры нашей сборной мы, конечно, не могли не выйти на улицы города с вопросом, как вам вкус этой ошеломительной победы. Эмоции, впечатления и ожидания Люберчан прямо сейчас в рубрике «Свободный микрофон». Блестящую победу со счетом 5-0 одержала наша команда на первом матче Чемпионата мира по футболу. Вся страна переживала за российских футболистов и они не подвели. Мы решили узнать у Люберчан, осмотрели ли они футбол. Вы смотрели игру России и Саудовской Аравии? Еще бы удивительным, вообще превосходным. Наши оправдали, все надежды, доверие оправдали. Естественно смотрел, как и любой россиянин, который любит свою страну. Конечно смотрел бы. Это народная игра, поэтому, наверное, вся Россия смотрела. Тем более чемпионат проводится в нашей стране впервые в истории, поэтому, конечно, смотрел. Да, понравилось, хорошо наши ребята начали, забивные 5-0 достойно. Конечно, а куда ж деваться, когда вся страна смотрит, а ты не смотришь. Поэтому тут, как бы, сам Бог велел. Кто был лучшим игроком, на ваш взгляд? Мне понравился Дзюба. Очень азартный, самолюбивый игрок. Да много, все, в принципе, команды хорошо. Но хорошо, конечно, Головин сыграл. Вот, и Черешев. Для меня Дзюба. Красава. Не успел выйти и гол. Порадовал. От души. По объему работы мне очень понравился Головин. Вот тот, кто автор последнего гола, соштрафнул. Был лучшим игроком вратарь Акинфеев. Потому что надежно сыграл. Ноль. На ваш взгляд, каковы шансы россиян на выход из группы? 60 на 100. Почему? Нужно дать шанс быть победителем кому-то еще. Я бы хотел, чтобы дошли до четвертьфинала. Если удастся в полуфинал, это будет большое счастье. Там соперники предстоят сложные. Поэтому я думаю, что 50 на 50. Захотят, могут выйти. Шансы есть, но определяющий, конечно, будет и Египет. Как этот матч сыграется, так оно и получится. 10 лет мы ждали такого успеха. Но расслабляться не нужно. Впереди нас еще ждет две игры с сильнейшими соперниками. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.